Меня зовут Чапаева Ирина Викторовна, я являюсь организатором данного митинга. Итак, в нашем городе сложилась критическая ситуация с паромной переправой. В связи с изменениями российского законодательства с 1 января 2013 года на паромной переправе запрещено перевозить людей и технику одновременно. В связи с этим в мае месяце после схода льда длительное время город был отрезан от большой земли. Поскольку не были организованы пассажирские перевозки местными властями, длительное время никто всерьез не занимался этой проблемой, поскольку считали, что Газпром долгое время перевозивший людей и на этот раз будет это делать. Местная власть, уповая на Газпром, также не хотела замечать остроту этой проблемы. 18 мая текущего года люди, пришедшие купить билеты на автобус в Уктыл-Ухта, были шокированы, узнав о том, что на два дня вперед все рейсы отменены. Получив отказ трансагентства и группы людей, в том числе я, мы собрались и все пошли в администрацию, чтобы обратиться к Сергею Романовичу Деревянко с вопросом, что же нам делать. Когда мы пришли к администрации, перед нашим носом была закрыта дверь охранникам, на что он ответил, что ему запретили кого-либо впускать. Мы возмущенные такой постановкой вопроса, не зная, что делать, стояли на лестнице и обсуждали, как же нам выехать с этого в Уктыла. Кто-то ехал в больницу, кто-то ехал по работе, кто-то ехал просто отдохнуть. В это время сразу вызвали наряд милиции, за что нас обвинили в том, что мы устраиваем на лестнице администрации несанкционированный митинг, на что мы объяснили, что не было никакого митинга, мы просто хотим отсюда уехать. У всех разные причины, всем срочно надо уехать. После этого был вызван из дома Сергей Романович Деревянко, который собрал нас в зале заседаний для решения вопроса выезда. Решая вопрос отправки людей, он сам решал, кому важно уехать, кому не важно уехать. При этом, ссылаясь на то, что это Газпром обязан перевозить людей, что это не относится к полномочиям муниципалитета. Зам. Деревянко Азарьев вообще сказал, почему вы пришли в администрации, идите все как к Курхаеву, это он не хочет вас перевозить. В итоге, двудневных разговоров, уговоров, обсуждений, переговоров, все обратившиеся были переправлены в город Ухта. В связи с критической ситуацией, с многочисленными обращениями граждан, правительством Республики Коми было решено направить на нашу переправу пассажирский катер КС. Но мы столкнулись еще с одной проблемой. Поскольку катер обслуживает только один экипаж, он не может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В связи с этим был установлен режим работы катера с 7 утра до полодиннадцатого вечера, с двумя перерывами с 11 часов утра до 2 и с 5 вечера до 7. Это стало неудобно населению. Для того, чтобы выехать и въехать в город, нам надо было подстраиваться под режим работы переправы, которая раньше была круглосуточная. Раньше она работала с 5 утра до 11 вечера по наполняемости и с 11 вечера до 5 утра раз в час. И даже это оказалось не самое страшное. На практике во время длительных перерывов скапливалось огромное количество машин, что накаляет обстановку на переправе, особенно когда подъезжают пассажирские автобусы, так как их переезд стараются не задерживать. Люди едут в отпуска, с отпусков, с детьми. На переправе возникают многочисленные пробки, обстановка накаляется до предела. На многократное обращение граждан Деревянка отвечает односложно, что как раньше переправы уже не будет, привыкать надо к тому, что уже есть. И график работы катеров меняться тоже не будет. Наиболее активными гражданами нашего города были направлены властям письма с просьбой решить проблему с Вуктырской переправой. Однако в соответствии с законом такие одиночные жалобы спускаются для ответа местным властям, которые занимались лишь отписками, не решая сути вопроса. В связи с этими событиями было решено организовать митинг. Целью проведения митинга является привлечь внимание органов исполнительной власти к проблеме ограничения свободы передвижения. Строительство автомобильного моста через река Печора имеет важную социальную составляющую для нашего города. Нас лишили возможности свободно и бесплатно осуществлять проезд на транспортном средстве, перевозить пассажиров, груз по автомобильным дорогам общего пользования. Вы готовы требовать исполнения обязательств? После того, как было принято решение об организации митинга, на нас наконец-то обратили внимание. И властями была предпринята попытка хоть как-то снизить социальную напряженность. В ходе подготовки митинга инициативная группа встречалась с руководителем администрации муниципального района Вуктыл Сергеем Романовичем Деревянко и с министром транспорта Республики Коми Самоделкиной, в котором мы пытались найти выход из сложившейся ситуации. Результатом данных встреч явилось обещание властей выделить городу средства для постройки к навигации 2014 года грузопассажирского парома, а также на период навигации 2013 года было решено выделить району второй пассажирский катер КС, чтобы увеличить время работы пассажирского катера. По уверению местных властей, с сегодняшнего дня будет работать два пассажирских катера с режимом работы с 6 утра до 11 вечера, с перерывом с часу до двух дня. Это уже можно считать нашей маленькой победой. Нас заметили и с нами пошли на диалог, но этого для города мало. Большая часть поездов приходит, либо отправляется из Ухты ночью. Существует также необходимость экстренного выезда из города, экстренные больные, личные обстоятельства. Также введение в эксплуатацию пассажирских катеров не решает проблему передвижения маломобильных граждан, поскольку катер причалит к берегу, а не к оборудованию причалу. Откидная лестница висит в воздухе, не имеет устойчивых поручней с двух сторон. На левой стороне реки катер причалил к каменной насыпи. То есть данная категория людей, даже при наличии пассажирского катера, не имеет возможности переправиться через реку. Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах с властями. Деревянко заверил, что у него есть договоренность с генеральным директором ООО «Газпромтрансгаз» Ухта Захаровым, а также с главой республики Коми Гайзером о том, что данная категория граждан будет переправляться через реку на пароме, не выходя из транспортного средства. Но письменно эта договоренность не закреплена, что может иметь за собой в случае какой-либо проверки последствия для экипажа, а также собственника парома. В связи с чем возникла необходимость обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Резолюция митинга от 15 июля 2013 года город Вуктыл, республики Коми. Требуем в разумные кратчайшие сроки построить мост через река Печора в районе местечка Куздебош Вуктыльского района республики Коми на автодороге Вуктыл-Ухта. На время строительства моста обеспечить круглогодичную, круглосуточную, безопасную и бесплатную переправу через река Печора в районе местечка Куздебош Вуктыльского района республики Коми на автодороге Вуктыл-Ухта. Регламентировать переезд на пароме водителя автотранспортного средства, инвалидов и других маломобильных граждан, а в экстренных случаях всех категорий граждан совместно с транспортным средством. Генеральной прокуратуре Российской Федерации взять под особый контроль исполнение органами местного соуправления в полном объеме своих обязанностей по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог вне границ населения пунктов в границах муниципального района Вуктыл, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязать службы по тарифам республики Коми пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом через река Печора в местечке Куздебош. Обязать руководителя муниципального района Вуктыл ежемесячно информировать население Вуктыльского района в средствах массовой информации о проделанной работе по строительству моста на весь период проведения строительных работ. В случае, если наши требования не будут выполнены, мы будем вынуждены требовать досрочной выборы депутатского совета и руководителя муниципального района Вуктыл. Жители Вуктыла, мы собираем под этой резолюцией подписи. Там стоит стол. Два стола стоит, да. Подходите все, кому не безразлично, подписывайтесь. И хочет выступить у нас житель Вуктыла Гаврюшин Виктор Павлович. Добрый вечер вам всем. Уважаемые люди. Я в 1974 году сюда приехал за молодым парнем. С семьей. Ну вот, время прошло, говорится, мы уже на пенсии. Мы уже на пенсии. И вот случилась беда, что остался я без ног. Обращался я об администрацию нашего города. Нет, не к Максу Германовичу. Так обращался. Как мне поехать в Ухту в глазную клинику? Ответ был незнаем. И вот как вы думаете, как жить там, инвалидам? И еще хочу, большая просьба, уважаемые руководители. Для чего у нас существует кабельное телевидение? Раньше, когда были руководители, выступали по телевизору. Отвечали на вопросы жителей города Вуктыла. Значит, я прошу, наши кабельные, прошу руководителей. Значит, независимо кто вы, прокурор, председатель, директор и так далее. Вопросов у людей много. Вот это все, вот это все. Завели наши вопросы сюда, чтобы мы здесь собрались. И если бы кабельные, там, допустим, раз в месяц выступит там Деревянка, Гаврюшин, Иванов, Петров, задали вопросы. Люди все смотрят это кабельное телевидение и прочее. А эти, что там, чаты пишут, где нам не нужны. Не нужны, я говорю, даром даже не нужны. Я очень прошу, чтобы была там передача названа «Вопросы и ответы». Выступает тот-то, значит, задает народ вопрос такой-то. Вы согласны с этим? Да! Все, прошу, запишите акцент со мной. Всего доброго! Еще один житель города Вуктыла хотел бы высказаться на эту тему. Константин Виктор Игоревич. Добрый вечер, Вуктыл. Все знакомые, друзья и всех, кто знает, кто меня знает и так далее. Я, в принципе, давно на трибунах не был. Я буду говорить вам экспромтом. В принципе, ситуация, которая создалась, мы к ней подошли уже вплотную. И дальше, как говорится, хода назад нет. Конечно, в свое время, кто давно здесь живет, знаете, что, конечно, были полевые городки, были проблемы. Мост не нужен был. Потому что некогда было, нужно было строить квартиры и все прочее. Построили квартиры, и вопрос моста постоянно как бы на второй план стал. У нас был Газпром, у нас было все, и как бы не было в этом как будто, ну, да. Понимаете, даже когда-то был два созыва депутатом, и когда был в группе демократического движения, мы постоянно вопросы ставили в мастер, но почему-то группа коммунистов как бы блокировала. Но это прошлое. Факт того, что времена все прошли, и мы пришли к той ситуации, что нам нужно что-то решать. Конечно, в Уктыл, в Уктыл больших трудовых побед, и все, что здесь был, они трудились во благо Уктыла. Народ Уктыла, люди Уктыла заслужили нормальную транспортную схему, нормальную жизнь, и они не должны постоянно страдать. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Что еще хотел сказать? Я, давайте, я немножечко предысторую маленькую, маленькую ситуацию скажу. Я не знаю, вот смотрю, вот сыр-бор идет там. Мне такое, я не адвокат, я не судья и так далее, я не следователь какой-то. Но я вам один момент расскажу. В 2009 году, ну, это я не скажу, что это, как бы я, я не заверяю. В 2009 году в Ухте мне пришлось встретиться с тремя представителями КОМИ граждан проекта. Чисто случайно, они ждали поезд Печору, я ждал поезд до Котласа. Ехал студент у Архангельска. И вот разговаривались мы, и один, я не помню, то ли Иван Андреевич, то не важно, как он, он мне спрашивает, познакомились, вы, говорите, с Уктыла. А как вы на Ухтеле живете? А никак. Живем как индейцы резервации. А чего? Ну, моста до сих пор нету. Я говорю, ну, разговор ходил. Помните, ходил разговор, что дискать наш мост в Ухте. Вот этот представитель КОМИ граждан проекта, он мне говорит, а вы знаете, это не разговоры. Я вам скажу, что был спроектированный мост. И в итоге, ну, я не хочу плохо сказать про бывшего главу республики Юрия Алексеевича Спиридона, он прекрасно был руководителем, но, говорит, Юрий Алексеевич сказал, что вот, в Ухтел бесперспективен, и давайте мы сделаем транспортную разъездку в Ухте. И он говорит, да, я вам заверял, и эти два мужчины, которые с ним были, они сказали, что это фактически восьмост. Я кому мог рассказывал, но я не в властях не нахожусь и так далее. И это как бы при мне осталось. Но я сегодня просто напомнил, что такое вот было. Значит, что еще хочу сказать. Конечно, еще было хорошо, если было бы много людей, побольше. Я даже это не назвал бы не митинг, а как бы народные вещи, сход граждан по решению важной проблемы. Я действительно считаю, лично мое мнение, моя позиция, что мост нужно строить обязательно. И вот эти все разговоры, 8 миллиардов, завтра скажут 20 миллиардов, это все существует. К примеру, я скажу, в 2009 году, я постоянно как бы средства массовой информации контролирую и так далее, прослушаю. Вот я, ну где-то в 2009 году, летом, в Челябинской области, в городе Миасе, военные мостостроители построили через Миас мост, я не мостостроивец, построили подвесной мост, однопутка или однорядка. В течение двух с половиной месяцев он выдерживает нагрузку до 250 тонн. И там фактически он дешевле, чем многие другие мосты, которые это строят капитально. Так вот, я что думаю, неужели эту проблему нельзя решить? Можно решить. Можно решить вполне. А Миас, река, она на порядке шире, чем у нас Печора здесь. И что еще хотел вам сказать? Конечно, то, что мы пришли, наша цель, в первую очередь, поддержать местную власть, если она, припустим, боится что-то или иначе, мы должны поддержать ее в этом плане, вот помочь ей. И я, знаете, что вчера в интернете тут переписывался с многими, и я вот, как бы, можно много говорить, я написал небольшой стих такой, я сейчас свою почитаю. Как раз по проблемам вот это. Потому что в поэзии порой, так не скажешь словами, что есть поэзия. Вуктыл во сне и наяву. Приснись, приснилось мне как-то во сне, как будто в нас, как будто все у нас прекрасно. Что нам вуктыл, наш вуктыл, но возродился. Мечтали, значит, не напрасно. А сколько лет напрасно пролетело, надежды, чаяния наши не сбились, и что-то в душе нашей охладело. Заслуги все, былые, забились. Вуктыл не тыл, а есть передовая. Когда-то лозунг был у нас такой, и холод стужу преодолевая, трудился авангард бурговиков. О, вы, строители вуктыла, совершили просто героизм. И пусть слава была и приостыла, но не остыл у вас патриотизм. Газодобитчики, рук не покладая, несли вы свои вахты трудовые. Вы дружная и смена молодая. Сплоченные все и как родные. И транспортники газа, вот трудяги. Их подвиги сейчас просто не счесть. Тростовики все наши, работяги, спасибо им всегда, хвала и честь. О многом можно говорить, но все достойны уважения. Нельзя все вычеркнуть, забыть. И не нужны нам унижения. Нельзя вуктыл наш обижать и предать подвиг и забвенью. И не нужно его поддержать, чтобы не стал он призраком и тенью. Чтобы вуктыл наш снова возродить. И возвратить ему былую славу. Душой и сердцем его нужно полюбить. А попросту забыть про переправу. Построить мост через Печору. Порадуется очень наш народ. А его уж точно, строить пору. Это разумный, взвешенный подход. Подождите. Мост это решение всех проблем. Выгод много от него и перспектив. И не может быть других делен. Лучше просто нет альтернатив. В мосту рады будут все безмерно. Все, кто взрослый, даже мал и стар. Все пойдет у нас равномерно. Дорожный весь пройдет кошмар. Вуктыл наш станет позитивным. И инвестиции придут. Район наш станет перспективным. И все труды не пропадут. Еще насчет моста. Вот припустим лично мое предложение. Потому что тут были разговоры всякие. Ну, администрации там, чтобы построить. Мое предложение, учитывая заслуги наших, кто работал в Газпроме и так далее. Мост нужно, вариант такой, о долевом участии, долевом финансировании РАО «Газпром» и федерального бюджета. Все, спасибо большое. К микрофону приглашаю члены инициативной группы Таибова Идриса Абдул-Рашидовича. Рад вас видеть. Конечно, могло бы у нас и больше быть сегодня, но были некоторые, не будем озвучивать их, при этой мере, чтобы нас было меньше. Но все-таки мы здесь собрались и будем высказываться и требования, и претензии. Что хотелось бы мне сказать? Ситуация... Я живу в Ухтиле еще 8 лет. Мне, серьезно говорю, даже прибыв сюда первый день, было обидно, и серьезно я удивлялся тому, что в Ухтиле до сих пор нету моста и приправляют сюда на пароме. Было удивительно, что до сих пор нету газификации сел. Это отдельные вопросы, потом будем обсуждать их далее. А теперь хочу по переправе говорить, высказаться и спросить у руководителя администрации. Почему? Зная год назад, все население Ухтила знало о том, что в этом году будет такая ситуация, они узнали только в феврале, по их словам. Это естественно, я знаю почему. Потому что было безразлично абсолютно. Абсолютное безразличие. Писать письма, а ничего не поднимать, это разные вещи. Или что-то делать, это разные вещи. Потом мне хотелось бы еще сказать. Удивляюсь тому равнодушию наших депутатов. Вообще они у нас есть в Ухтиле или нет? Я не знаю. Где они? На выборах же они все бывают по ходу. А где они сейчас? Почему с народом не требуют, чтобы была переправа круглосуточная, чтобы переправлялись без перерывов? Почему? Мне интересно абсолютно, я понять не могу этих людей. Умейте мужество, положите свои полномочия, сложите свои полномочия. Мужество иметь надо быть перед народом. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день решен вопрос на 20% насчет переправы. Второй катер дали, да. Дни сокращаются световые. Скоро катер будет ходить не до пол-11, а до 5, до 6, до 7. А что же нам делать тогда дальше? Поэтому вопрос не решен сегодня никак. Абсолютно решен. Не надо говорить, что вы решили, что вы сделали. Ведь ничего вы еще не сделали. Нам хочется сказать, что на сегодняшний день вот эта ситуация сложилась из-за чего? До вас, которые были главы, которые более-менее что-то еще делали. По крайней мере, после переправы таких правов не было. Не надо ссылаться на закон, принятый в 2019 году. Не надо ссылаться. Законы, законы каждый год будут ужесточаться. Каждый год. Будет время, когда и Газпромовские паромы будут запретять ходить. Запретять, поверьте мне. И ПДД, и речной транспорт. Каждый год ужесточаются законы. Поэтому мы должны учитывать. Потому что мы для этого и глава, наверное. И для этого мы менеджер района. Мы должны, наверное, созидать здесь, а не разрушать. Просьба наша к вам и требование, чтобы все, что мы требуем, народ, вы делали и исполняли. На сегодняшний день я уверен, что у вас полное недоверие народа к вам. Полное и к вам, и к депутатам района Совета. Вот, пожалуйста, вам подтверждение. Спасибо. Я надеюсь, уважаемые ухтилцы, я надеюсь, что мы никогда не отступим от того, что мы начали. Потому что есть разговоры, ходят в городе, и нормальные простые люди тоже говорят, что до сих пор не добились и не добьемся сейчас. Во-первых, до сих пор его никто не добывал. Это раз. Во-вторых, если каждый будет говорить, вот, да что получится, да ничего не получится. На самом деле не получится. Тогда мы играем на руку на чиновников, а не на руку нам, народу. Мы просто требуем элементарные вещи вписывания нашей конституции. Спасибо вам. Я прошу вас не сдаваться, не поддаваться, а идти вперед. До свидания. И на сцену я приглашаю Ермакову Нину Иларионовну, председатель общества инвалидов. Я с 70-го года на Вуктыле. Я сейчас возглавляю общество инвалидов. И меня, конечно, волнуют люди, которые относятся к этой категории. На паром не войти, не войти, не сойти с него невозможно людям с ограниченными возможностями. Я не говорю уже о колясочниках. Я была в ту субботу на переправе и пыталась проехать как бы на самой переправе, на пароме, как мы раньше переезжали. Нет, конечно, нам никто не разрешает. Я от лица людей с ограниченными возможностями очень хочу, чтобы было, как и ранее могли люди ездить, это раз заезжать на паром и переезжать свободно. И также, чтобы это было бесплатно для этой категории. Еще, я знаю, что существует паром в военных целях, конечно, но я думаю, он существует и для гражданских такой же, который перевозит специальный паром и людей, и технику. Почему в Уктылу не приобрести этот паром? Вот мы, конечно, это хорошо мост, но как бы я знаю с вышестоящих источников, выше-выше, что это очень затратно. И действительно, в Уктыл уменьшился в два раза, чем он был, и навряд ли нам построят этот мост. А вот переправу, я думаю, могут нам приобрести. Вот все, что я могу сказать вам. Спасибо за внимание. На сцену приглашаю жительницу города Уктыл, Борисюк Ирину Александровну. Я не знаю, есть ли еще такие города в мире. Если ты приехал на велосипеде на переправу, без кошелька, то ты так и останешься на том же берегу. Это уникальная ситуация. И в конце года я впервые столкнулась с новой формой переправы, когда надо было выходить из транспортного средства и идти на катер. Я ехала на ту сторону, было людей мало, еще как бы стояло около Боркика, более-менее ощущения были нормальные. А вот на обратном пути, причем по Укте надо было бегать бегом, чтобы успеть за несчастные два часа вернуться обратно до перерыва, чтобы не ждать опять ночи и не тасковать на берегу. Так вот, когда возвращалась обратно на катере, нас попросили зайти в эту маленькую каютку. Я не знаю, какие люди заботятся о нашей жизни, о нашем здоровье. Это пронервное издевательство. Над головой размером 40 на 40 окошки с надписью «Спасательный выход» или «Запасной выход». И сбоку висят жилеты спасательные. В этом жилете я даже в дверь выйти не смогу. А кто же в это окошечко может протиснуться? И возникает страх за то... Ладно, я 33 года на Вуктеле, мне скоро 60. Но через эту переправу переправлялся мой сын и мой внук. Не дай бог, катер встанет на бок, и дверь окажется в воде, спасенных не будет ни одного. Это такая забота о нашем здоровье и нашей жизни. Мы переправлялись через переправу рядом с машиной, где стояли взрослые, стояли дети. Можно повесить, было спасательные жилеты, спасательные круги. Гораздо безопаснее, гораздо спокойнее на душе. Неужели нужен еще один курс, подводная лодка, покоронившая 100 россиян, для того, чтобы реально начали заботиться о нашем здоровье, о нашей жизни? То, что творится сейчас на переправе, это безобразие. Такого быть не должно. Надо реально подходить к заботе о людям. И приглашаю на сцену Мещерикова Александра Викторовича. Добрый вечер, уважаемые сограждане. Я бы на сегодняшнем митинге хотел заострить тему пенсионеров на нашей переправе. Ну, тут, скажем так, сложен, алифметрические действия не придется выполнять. Ну, прикиньте, у кого нет госпромовской пенсии, получает 11-12, а то и того меньше. Бак бензина, скажем, да ух ты, полторы тысячи, плюс 300-400, чтобы дозаправиться и приехать назад. Плюс переправа 200, и за пассажира 60. Какой пенсионер отсюда сможет выехать? Хотя бы для того, чтобы в Ухте, на оптовой базе, купить подешевле продуктов. 3000 туда отдай, 3000 сюда отдай, за квартиру плюс. А на что он будет, простите меня, макароны покупать, на которые потом кормиться надо целый месяц? Поэтому я что предлагаю? Чтобы для пенсионеров переправа была совершенно бесплатной. Спасибо большое. И на сцену приглашаю еще одну жительницу в Ухтылу. В Ухтыла Прозорова Ольга Николаевна. Здравствуйте. Ну что, проблема еще одна большая. Это по поводу вынашивания наших в Ухтылисых деточек. Что хочется сказать? Конечно, вчера, да и вообще, я сейчас на 36-й неделе беременности, очень тяжело, очень тяжело. Никто не думает вообще по поводу того, что как ты будешь рожать, где ты будешь рожать, здесь рожать не разрешают. У нас нет специалистов. Это нужно ехать в такую даль, это нужно препятствовать такую дорогу, это нужно заплатить за переправу. И еще не всегда можно записаться на УЗИ. Я выступаю, наверное, от беременных и ждущих. Я волнуюсь. То есть конкретная ситуация. Мы едем на переправу, да. То есть стоит огромная колонна, и никто не пропускает вообще. То есть видишь, что человек с пузом, и никто не пропускает, никому ничего не нужно. То есть настолько агрессивные люди, то есть настолько всем нужно успеть и туда, и обратно, а ночевать в Ухте никто не хочет. И мне пришлось два раза ночевать в Ухте, чтобы попасть на УЗИ. УЗИ записывается с утра, а там очередь на два месяца вперед. Диагностика нужна всегда. То есть 4-5 раз девушка едет с пузом в такую даль. Очень тяжело приносить дорогу. И, пожалуйста, учитывайте состояние беременной. И у некоторых есть еще осложнения в этом плане. Хорошо, что все хорошо у нас. Так что, пожалуйста, нам нужна дорога. Очень хорошая. Спасибо. А сейчас на сцену мы приглашаем на сцену депутатов района, присутствующих здесь. Сергей Романович, можно вас на сцену? Спасибо. А депутатов, оказывается, здесь нет. Не интересует наша проблема их. Добрый день, уважаемые вуктыльцы. Мы сегодня собрались, чтобы публично обсудить проблему, сложившуюся на переправе дороги Ухта-Вуктыл. Я не буду сейчас вдаваться в историю вопроса, потому что об этом уже сообщалось неоднократно в разных средствах массовой информации. Об этом говорилось на встрече с инициативной группой. Об этом говорилось с представителями общественных организаций и общественности. Я не буду вступать в полемику с организаторами митинга, потому что, так скажем, есть некоторые моменты, на которые, считаю, я не должен отвечать. Почему? Потому что это будет выглядеть как оправдание. Подождите, я вам сейчас расскажу. Значит, о том, что переправу «Газпром» не будет работать в этом году, об этом знаете, что 1 марта поступило сообщение. И это от Лукавого, когда говорили, что с 2012 года знал весь Ухтыл и только не знала администрация. Поэтому это неправильно. Значит, с началом ледохода хивусом перевозили автобусников, изорвали хивус, да, то есть все делали для того, чтобы... Разрешите, я сейчас скажу, да? То есть все делали для того, чтобы перевозить граждан. Ну, дайте мне сказать, потом можете реплики продолжать. Значит, по той ситуации, о которой рассказывали, когда сломался хивус и билеты были проданы, два дня перевозили тех, кто имели билеты, в общем-то, тоже это имело место быть. И, в общем-то, определял не я, кому срочно надо сегодня или завтра, определились, кто поедет сегодня, а кто завтра, потому что в течение одного дня было сложно решить вопрос, но все уехали. Значит, я хочу сказать, что, видя ситуацию о том, что мы сами с ней не справимся, я сразу же обратился в республику и хронологию наших действий вы знаете. И о том, что мы инициировали совещание на уровне республики, заместителя главы, после которого, в общем-то, был направлен катер региональной транспортной компании, начал работать на переправе. Конечно, этот режим работы не устраивал всех. Я тоже на этом берегу живу, живу в городе тоже почти 40 лет. И я тоже понимаю, так же, как и вы, существующую проблему. Только разница в том, что мне ее необходимо решать, и решать ее каждый день, потому что ситуация менялась каждый день. И в связи с нагрузкой на экипаж были введены в расписание два технологических перерыва, которые пять часов, в общем-то, светового времени съедало. Ситуация была непростая. Она и сейчас, так скажем, вот в таком состоянии. Мы ее сейчас услышали о том, что многое не устраивает в организации работы переправы. Но 4 июля я попросил встречу у главы республики. И 8 июля глава провел совещание, где присутствовало 4 человека. Значит, я был заместитель главы Буров и министр развития промышленности и транспорта Самоделкин. Еще я ситуацию эту доложил, которая сложилась здесь на переправе. И сразу же команды поступили о том, чтобы направили второй катер на переправу, который вчера прибыл. И с сегодняшнего дня, я повторяю, с сегодняшнего дня он начал работать по новому графику с 6 утра до 23 вечера без перерыва. Также было дано задание министру Самоделкину с тем, чтобы заказали для республики 3 грузопассажирских парома. Но в первую очередь один из них для Вуктыла. Это то, о чем говорили, чтобы переезжали на одном пароме и пассажиры, и машины. Поэтому это называется грузопассажирский паром. И есть надежда, что в навигацию следующего года этот паром грузопассажирский будет уже работать на нашей переправе. Мы заявку в Министерство финансово отправили на условиях софинансирования. Будем участвовать в изготовлении этого грузопассажирского парома. Что же касается котиров, которые сегодня работают на переправе, то они сделаны не в домашних условиях, не в гаражах. Они сделаны по проекту, на заводе. Они сертифицированы, имеют рецензию для перевоза пассажиров. И сегодня маршруты работают по всей Печоре. Допустим, с Печоры до Вуктыла, там более 12 часов граждане едут. Здесь в две минуты переезжают. Но катера эти оборудованы всем необходимым, иначе их не выпустили на линию. Поэтому есть здесь вопросы, которые сегодня надуманные, которые мы сегодня другой шире катер не построим. Нет такого проекта. Есть для таких перевозок, потому что это не причалы, это место причаливания на республиканской трассе Ухта-Вуктыл. Это берег Печоры. Поэтому эти катера работают не только в республике, они по всей стране работают и, в общем-то, работают успешно. Поэтому проблема переправы, она на ежедневном, еще раз хочу вас уверить, на ежедневном контроле. И для нас на сегодняшний день это одна из главных проблем, которую мы не выпустим. И здесь прозвучало, если... Спасибо там за поддержку, но прозвучало, если там не хватает смелости поставить вопрос. Мы ставим вопрос на уровень республики. И, в общем-то, помощь на сегодняшний день есть, понимание проблемы есть. Но вопросы, так как хотелось бы их решать, в течение одного дня, к сожалению, они не решатся. Еще раз повторюсь, по грузопассажирскому парому мы сделаем все для того, чтобы в навигацию следующего года, 2014 года, грузопассажирский паром работал. Конечно, нам ситуацию, если можно так сказать, обостряли наши земляки, соседи, это транзитники Усинск и Печора. Но они несколько дней в неделю приходили и приходят на паромах, которые работают без расписания. И мы даже не знаем, когда они могут прийти, потому что приходят сюда по мере наполнения парома. Но в сентябре будет пущена в строй дорога через Малую Перу. И все транзитники, которые шли через Ухтыл, они будут своим ходом от Печоры идти на машинах. Их здесь с сентября месяца, и в следующую навигацию уже не будет. Поэтому паром, который будут строить, я проекта еще не видел, но 40-тонный паром, который поручено Министерству разместить заказ на его строительство. Он будет бесперерывно курсировать с берега на берег, поэтому проблемы пересаживаться на другой катер не будет. Поэтому здесь как бы разницы не имеют, потому что надо учитывать еще состояние уровня воды, то есть глубины реки. Поэтому 40-тонный паром, он здесь будет вполне работать по нашей воде. Что касается ШУГИ, значит, официально у нас всегда навигация завершается до 10 октября. И вот здесь я своим ответом могу очередное недовольство ваше вызвать, но я должен сказать о том, что никакая инспекция не разрешит после официального закрытия навигации, не разрешат, значит, осуществлять пассажирские перевозки по реке. Но мы ищем сейчас выход и готовим письмо в адрес руководителя МЧС по республике Коми, с тем, чтобы осуществляли дежурство. И на катере на воздушной подушке Марс-2000 есть такая серьезная большая машина у наших спасателей. Мы будем решать вопрос, чтобы вот автобусников, которые будут, возможно, будут перевозить. Мы сейчас над этим вопросом работаем. Но официально после закрытия навигации никто не разрешит осуществлять пассажирские перевозки. Ну, я же тоже не прошу. В общем, хочу еще вас заверить всех, что вопрос этот на самочек не брошен. Вопросом занимаемся. Если кого-то интересует каждодневная работа по этому вопросу, приходите, я встречаюсь с гражданами в любое время. Есть дни приема. То, о чем сказали, чтобы раз в месяц информировать, информировать там на кабельном телевидении, выступать тоже без проблем. Мы организуем такие встречи, прямые линии. Будем, в общем-то, общаться, будем информировать. Хотя информация и на официальном сайте администрации есть, и в газете «Наш Вуктыл», «Сияние севера», в республиканских СМИ. Но будем общаться и посредством кабельного телевидения по прямой линии. То есть такую форму работы тоже, в общем-то, возьмем. Вы сказали, в сентябре не будет переправы. Мне ехать в Санкт-Петербург в больницу. Как я поеду на этом катере? Я инвалид трижды. Так, ответьте мне. Вы знаете, я буду юбилей справлять 50... Ой, не надо, сынок. 50 лет, как я уже на Вуктыле, 63-го года. Я вас знаю. Вы знаете, молоденьким мальчиком. Как? Ответьте мне, как мы больные люди будем переправляться? Ответьте. Вертолет по самому заданию нет. Я ехала, у меня с реанимацией три недели лежала. И в Санкт-Петербург везли 10 часов. Я не могу ответить, как? Вот вы ответили людям, всем, детям и взрослым. Я житель Уктыла. 50 лет я в октябре юбилей справлять буду. Живу. Открыватель Уктыла. Вот они стоят, открыватель Уктыла. Вот они вот тут люди. Спасибо, я услышал вопрос. Правильно вы сказали. Я тоже не вчера сюда приехал. Правильно вы сказали, 40 лет. Но сегодня, к сожалению, я стал самым, так скажем, вредителем здесь на Вуктыле. Но я хочу сказать. Тут ваш вопрос. Значит, санзадание, что касается. По санзаданию вопросов нет. Если есть показания для того, чтобы вас перевести по санзаданию вертолетом, этот вопрос, естественно, решится. Если нет таких показаний, значит, ну, на катере так же переедем. Потому что вы знаете, вы прекрасно знаете, я знаю, я женщина неграмотная, но я знаю и Газпром, и знаю управление. Таких проблем не было. Сейчас вы все Газпром от себя, вы от себя. Вот эта ситуация и получилась у вас. Ну, мы не от себя, конечно, то, что вот сейчас случилось, значит, мы еще раз повторюсь, решаем этот вопрос. Ну, что касается... Я вас услышал. Значит, вопрос, конечно, мы сегодня говорим о наших передвижениях, поэтому вопрос о малой авиации, можно сказать, что он в тему к нашему митингу, потому что он в какой-то степени снимает остроту проблемы по переправе. Значит, мы в числе пяти муниципалитетов, которых решено восстановить авиасообщение. И когда было принято решение о том, что Вуктыл тоже стоит в этом списке, мы первые сделали все необходимые мероприятия для того, чтобы с Коми Авиатранс, значит, вышли сюда, на наш аэропорт. Они приехали с комиссией, посмотрели, и сегодня Вуктыл первый, кто готов принять самолеты чешские Л-410. На этой неделе должен быть технический рейс, и, наверное, к концу месяца уже будут летать самолеты. С какой периодичностью, я не готов сказать, это будет зависеть от спроса, какой будет пассажиропоток. Значит, я могу сказать только о том, что глава республики сказал, что цена билета на самолет должна не превышать стоимость купейного места в вагоне. Поэтому на расстоянии 550 километров до Сыктывкара, на это расстояние рассчитывается, сколько будет стоить купейный билет, столько будет стоить и самолет. Но самолет никогда меньше поезда стоить не будет. Поэтому вы спросили о цене, я сказал позицию главы, и тариф еще не разработан. Но будет где-то вот в этих пределах 2-2 200, может, 2,5, не знаю. Создана региональная транспортная компания. Республика в прошлом году закупила 5 КС, 2 из которых сегодня здесь у нас на переправе работают. Транспортная компания обратилась в тарифный комитет в службу Республики Коми по тарифам для установления тарифа на перевозки, потому что идут затраты на осуществление этих перевозок. Был утвержден этот тариф в размере 60 рублей. Поверяла прокуратура, и на сайте администрации есть заключение о том, что взимание платы на переправе, значит, это не является нарушением, это законно. Это эти финансы... Мы зачитаем полностью эти деньги, где прокуратура обещает... Вы зачитайте. Значит, дайте отвечу. Значит, это деньги на затраты региональной транспортной компании. Они к муниципалитету, они никакого отношения эти деньги не имеют. Сергей Романович, давайте зачитаем полностью ответ прокуратуры, и население района узнает, что там было написано, где прокуратура обвиняет руководителя района в бездействии. Вы зачитываете то, что вам выгодно. Давайте я вам дословно зачитаю. По выявленным нарушениям и у прокурора города Вухтыла, Вухтыльский район, тут направлено заявление о признании бездействия администрации муниципального района Вухтыл незаконным и возложенным на администрацию мэра Вухтыл обязанности обеспечивать транспортную доступность в границах муниципального района. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Кроме того, в адрес руководителя администрации прокурорам вынесено представление об нарушении законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. В дисциплинарной ответственности привлечен руководитель одного из структурных подразделений. Давайте зачитаем, будем честными. Вы прочитали или нет? Можно мне ответить? Да, конечно. Так вот, вы прочитали, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые граждане Вухтыла. Раз уж сослались на творение, подписанное мной лично, я хочу сказать следующее. Те два абзаца, которые были зачитаны, это два абзаца из трехстраничного текста. Значит, в этом ответе, который направлен и в том числе инициативной группе, была полностью разложена и дана, значит, юридическая оценка тем требованиям законодательства, которые на сегодняшний день существуют. Да, понятно, ваши, значит, проблемы, и я тоже, как житель Вухтыла, тоже вынужден пользоваться такой переправой, которая существует в настоящее время, но если отбросить в сторону все эмоции, то в сухом остатке остается следующее, что переправа фактически находится на автомобильной дороге республиканского значения сообщением Ухта-Вухтыл. В соответствии с законом 257, на который ссылались в начале митинга инициаторы данного собрания, там написано, что все автомобильные дороги в России делятся на три категории. Это республиканского значения, федерального значения и местного значения. А также на две категории по пользователям, то есть дороги общего пользования и дороги необщего пользования. Наша дорога относится к дорогам общего пользования регионального значения, поскольку объединяет между собой несколько муниципалитетов, Сами знаете, Ухта, Сосногорск и Ухтыл. Поскольку она объединяет несколько муниципалитетов и является дорогой республиканского значения, она находится в собственности Республики Коми. И обслуживание всех искусственных дорожных сооружений и всех элементов автомобильной дороги является полномочиями Республики Коми и специально созданного органа Дорожного агентства. Агентство Республики Коми по автомобильным дорогам. Значит, в этом письме, которое сейчас зачитали, там было сказано о том, что обязанности по установлению переправ, строительству мостов являются полномочиями Республики Коми. Значит, поэтому вроде как претензии по поводу бездействия администрации муниципального района здесь беспочвены. Что касается той части письма, что у администрации прослеживается бездействие в организации транспортного обслуживания населения, это немножко разные вещи. Действительно, это было. То есть население района было ограничено в свободе передвижения в границах муниципального района, и поэтому исполняющий обязанности прокурора города предъявил такой иск к администрации муниципального района. Решением суда иск удовлетворен. Администрация муниципального района обязана обеспечить транспортную доступность в границах муниципального района. Это не одно и то же, что построить переправу и купить паром. Это разные вещи. Поэтому проблема одна, но путать их между собой не надо. Да, действительно, значит, было решение суда, да, действительно было представление прокурора. По представлению прокурора, руководитель одного из структурных подразделений администрации привлечен к дисциплинарной ответственности. Но это не полное и не целое решение проблемы, которое сложилось у нас в городе. Поэтому сейчас, в настоящее время, прокуратурой города Уктыла подготовлен проект искового заявления. Ответчиком в нем будет выступать дорожное агентство Республики Коми. Об обязании обеспечить функционирование паромной, либо иной переправы, будь то понтонной, паромной и так далее, на дороге республиканского значения Укта-Уктыл. Вот и все. Поэтому выдергивать из контекста, значит, ту часть, в которой указывается бездействие администрации, без анализа текста в целом, я думаю, что было бы неправильно. Пусть вы читаете полностью. Ну, я вот вам, я вам только что рассказал суть письма. Полностью. Просто в твою сторону кто-то выворачивает, этот катер имеет право собирать, да, вот это? Да, последнее, да, и там имеет право. Вопрос в том, почему власти-то не делают для того, чтобы народ бесплатно переезжал? Вот в чем вопрос. Значит, что я сейчас поясню, вот к организаторам митинга, вот действительно, здесь в переправе есть очень большой клубок такой, если можно сказать, правовых, организационных и финансовых проблем. Я не могу кивать, что это не наше, да, но есть законодательство, я сегодня не имею права финансировать за перевозку транзитных пассажиров. И законодательство четко разграничивает, и то, что прочитали, но не разобрали, что такое в границах муниципального района, это мы должны обеспечить сообщение до Дутова, то есть сельским поселением Дутова в данной ситуации паромную переправу. И мы ее можем поставить не обязательно в этом месте, в любом другом, но мы работаем вместе с республикой и ставим вопрос о том, чтобы сообщать, сделать одну переправу. Поэтому не все так просто, как кажется, есть закон, просто надо читать то, что там есть и видеть, не так, как вам нравится видеть, а так, как там есть. И сегодня действительно обязанность муниципального района, вот Дутова обеспечить, а дальше это полномочия республики. Но мы так не ставим вопрос, мы говорим, что мы решаем этот вопрос вместе. Он будет летать в начале недели? На выходные людям в Сыктывкар не нужно, им по делам нужно в начале недели. Значит, возвращаясь еще раз, значит, расписание будет построено с учетом пассажиропотока. Сначала начнут, так скажем, пробные рейсы делать, и какая появится потребность, такое расписание будет. На расписание повлиять мы сможем. Вы согласитесь, вы не согласовываете для района? Мы его будем согласовывать. Я хотел бы сегодня уже сейчас предоставить, если кто не читал, пусть зачитают организаторы митинга все представление прокуратуры, для того, чтобы можно было разобраться в тех нюансах законодательства, которые сегодня есть, и в разграничении полномочий. Но хочу еще раз сказать о том, что на самотек эта работа не брошена, и мы этой работой будем заниматься. Все, спасибо. Еще есть вопрос. Да, пожалуйста. Еще есть вопрос такого плана. Вот вы сейчас, работает один катер, да? Водомет. Уже два. Ну, уже два. Этот водомет, он работает, вы сами прекрасно понимаете, до первой... Я уже отвечал на этот вопрос, вот буквально пять минут назад. Хорошо. Паром, который вы заказали, да, вот как вы говорите? Он будет винтовой. Винтовой. Он будет работать прям вот... Он будет работать на период навигации. Полностью. Пока навигация не будет официально закрыта. Как Газпрома от них поменяли, старые... Не то, что по льду, не надо закрыть. Он будет работать всю навигацию. Навигацию. Да, да. Прямо сначала открытие навигации. Да, но опять же, чтобы понимали, то есть есть сроки навигации, да, открывает судоходная инспекция. Ну, вы видите, как бы работают Газпромовские катера, винтовые. Прекрасно все понимают, как оно 30 лет работало. Будет ли так же это все? Будет установлены... И в этом году будет так же. С водометными катерами, которые вы едва поставите. Значит, будет работать до закрытия навигации, паромная переправа. Навигация закрывается намного позже, нежели идет шуга? Нет, навигация закрывается раньше. Я дискутировать не буду. Еще хотят спросить по поводу зимней переправы. Понтонные будут? Значит, еще повторюсь, кто не слышит. Значит, я на прошлой неделе так же встречался с Анатолием Алексеевичем Захаровым, генеральным директором Газпром Трансгаз Ухта, и спросил, говорю, Анатолий Алексеевич, что вы можете прокомментировать слухи, которые на Ухтыле ходят о том, что уже паром, понтонный мост продали, лежит в Печоре. Он сказал, пусть посмотрит, на 35-м километре под вышкой лежит весь понтонный мост, зимняя переправа будет осуществляться так же, как и в предыдущие годы. С началом ледостава мы ее установим, и она будет работать в том режиме, бесплатно, круглосуточно. Так что вопроса по понтонной переправе нет, и слухи, пожалуйста, не распускайте. А кто устанавливает стоимость, цену за переправу? Я об этом уже говорил, служба Республики Коми по тарифам. А по каким тарифам? Так служба называется, служба Республики Коми по тарифам. То есть и цена одна для пенсионеров, малоимущих, инвалидов? Или там какие-то льготы есть? Там какая-то 250 тысяч рублей. Да, почему у нас самые дорогие переправы? Мы жители, вы говорили же здесь, значит, что транзитников много, а не надо транзитников перевозить бесплатно. Есть документ, прописка, пожалуйста, едьте бесплатно. Имеем мы право на это или нет? А транзитники пускай платят хоть 40 тысяч, надо пускай едут. А у нас безвыходность положения, мы живем здесь. Я в этом году ехала с отпусками и два дня сидела в Ухте. Хотя у меня были льготные билеты от администрации. Они мне не понадобились. На такси у меня денег не было. Вам вопрос? Вам вопрос? Просто, чтобы слышали все. Вопросы у всех одни и те же. Так вопрос в чем? Вопрос по тарифу я объяснил, что есть методика расчета, есть служба специально в Республике Коми, которая называется, служба Республики Коми по тарифам, которая рассчитала и установила данный тариф. То, чтобы перевозить в Ухтыльцев бесплатно, такого закона нет. А у нас есть другая альтернативная бесплатная дорога, даже пешком, на велосипеде. Я могу бесплатно по другой дороге доехать до Ухты. Есть у меня другая дорога. Значит, я бы не хотел... На велосипеде тоже, если только лодка будет там, резиновая. Извините, пожалуйста, уважаемые земляки, я бы не хотел сейчас вступать в дискуссии, потому что вопрос мы можем задавать, но есть законодательство, в том числе по вашему вопросу, которое говорит, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям могут быть участки платных дорог, переправ, и не обязательно там может быть альтернативная. Понимаете, есть законодательство, поэтому... Должна быть альтернативная любая другая бесплатная дорога. Тогда этот вопрос не ко мне. А кому? Ну, законы... Сергей Романович, сошлитесь на какой закон, где это написано? Сергей Романович! Скажите, где написано, что может быть платная переправа? Я согласен, что платная переправа. У нас нету этого значения, у нас другой на дороге. Не знаю, я только что сказал... Какой именно закон это говорит? Приходите завтра, я вам покажу этот закон. Сергей Романович, да меня может быть завтра уволят? Это ваш вопрос. Значит, там есть комментарии о том, что в районы Крайнего Севера, давайте не будем превращать. А почему? У нас же давление идет на инициативную группу. Давление? Мерится давление. Ну, а почему? Мы можем, правда, запугивать или решать проблему? Поход он один, включил в Крайне Север. Сергей Романович, вы сказали, что... Такая норма. И вы будете спросить, что... Извините, пожалуйста. Что, вы какой-то вопрос поднимали хотя бы когда-нибудь? Насчет моста? Да, поднимали вопрос. Насчет моста у нас есть письменный ответ о том, что в плане социально-экономического развития Республики Коми до 2020 года строительство моста не предусмотрено. Вот вы сказали, что есть такой закон, что в районах Крайнего Севера это первая часть, а во вторую, это вторая часть. А в первой как раз таки и сказано. В том случае, если нет альтернативной дороги, то дорога должна быть бесплатной. Так вот, вы прочитали первую часть, а там есть в этом же законе есть дальше. Завтра заходите, я вам покажу. Хорошо. Еще вопрос. А вы сегодня в интернет заходили? Да. После обеда. Сегодня в БНК Коми Вячеслав Гайзер дал интервью, в котором он сказал, что это проблема с переправой с мостов муниципальная. И деревянка Сергей Романович ничего не предпринимает по этому поводу. Это было интервью сегодня. А вы ездили в Сыктывкар какого? Забыла. Восьмого. Восьмого. А как так получается, что сегодня он дает вот такую вот интервью? Это можно посмотреть на сайте города Вукты. Можете все прийти и посмотреть. Ну, я думаю, что вы сами поймете, почему это было сделано сегодня. А вы нам ответите. Мы простой народ. Я тоже прочитал, увидел. Ну, мне удивляться нельзя, но во всяком случае, то, что вы слышали, и о чем прокурор говорил, и то, о чем я рассказывал. Я еще раз повторяю, что там большой узел проблем есть, юридических, организационных, финансовых, совместно с республикой, мы их решаем. Сергей Романович, вы только что сказали, что навигация в этом году закончится 10 октября. Ну, примерно на каждый год вы будете в этих пределах закончится. Река у нас встает в ноябре. В лучшем случае. В ноябре, в декабре. С октября по декабрь. Чем нам будут доставлять подрукты? Город. Вы были здесь? Я уже пояснял о том, что после официального закрытия, я повторюсь еще для вас, хотя вы больше всех заинтересованы, да? Значит, после завершения навигации официальной никто не имеет права осуществлять пассажирские перевозки. Но мы сегодня готовим письмо в адрес МЧС с тем, чтобы на катере, на воздушной подушке Марс 2000 помогли нам перевозить тех, кто будет передвигаться на автобусе. Вопрос еще не решен, но мы этим вопросом занимаемся. Я об этом говорил. Спасибо, Сергей Романович, за выступление. Ну что еще? По сложившейся ситуации нашей, ну девушка уже выступала, да, все знают прекрасно, как наши беременные переправляются по этой переправе. А у нас еще такая проблема не освещалась. Сколько людей говорило, сколько людей говорило, никто не поднимает тему того, что у нас в связи с нашей труднодоступностью один месяц осенью и два месяца весной у нас не работает почта на прием посылок из России к нам и, соответственно, от нас тоже. Снабжение наше тоже очень хорошее. Сейчас многие все заказывают вещи в интернете, таблетки заказывают в интернете, сам лично заказываю. У нас получается так, что переправы нет, посылки к нам не принимают и, соответственно, нам все эти паромы, самолеты тоже как бы не решают проблему. У нас одна проблема решается только строительством насыта. Конечно, хорошо, что много так людей собралось, они все неравнодушны, всех эта проблема волнует. Многие переправляются по этой переправе и это уже, как говорится, даже страшным сном стало для многих. Ну, вы знаете, мне кажется, что даже собравшись, мы не решим проблему все равно. Да, лучше выйти хотя бы, да, выговориться, все правильно. Просто выговориться. Потому что у нас ведь не только проблема с переправой, у нас много проблем существует. Да, очень много. И мы о них говорим, и все, но они же не решаются. Вот, я хотел бы, знаете, сказать вам, что, скорее всего, первым был бы шагом, да, ну, подписи соберем, это хорошо. А вот второе, то, что вот сейчас деньги берут по 60 рублей туда и 60 обратно, я считаю, что это незаконно совершенно. Вот, и те деньги, которые они собрали вот за этот период, это будет вклад вуктыльцев на проектную документацию. Это реальный вклад. Поднять этот момент, это уже деньги уплоченные, понимаете. Вуктыльцы уже начали платить за мост. Людям на вуктыле нужен мост. Я 40 лет живу на вуктыле. 40 лет с лишним уже. Я видел, какой он был раньше, каким он был во времена, золотые времена вуктыла, и как он сейчас угасает. Вот, пройдет немного времени, уйдет Газпром, ему здесь неинтересно станет, пропадут интересы Газпрома, вы знаете, сейчас уже через Печоры интересы пошли. Вот, другая нитка. Вуктыль просто-напросто забудут, он исчезнет. И никому не нужен будет. Никто не будет нам зимник чистить. Вы же вспомните, если бы не Газпром в этом году, мы бы сидели на вуктыле без дороги, если бы не почистил Газпром нам дорогу этот зимник. Посмотрите тот участок на левом берегу, очень короткий, но его никто не отсыпает песком. И неизвестно, когда его отсыпят. Где денег? А мы постоянно, когда собираемся на выборы, всегда поднимаем один и тот же вопрос. Бесплатная переправа. Всегда поднимаем. И не только Захаров Анатолий Алексеевич, и еще его замы, которые приезжают всегда на эти встречи, они говорят, это решит администрация. Обращайтесь, они решат, и мы будем вас перевозить в Уктыльце бесплатно. Не вопрос. Вы, значит, в чем вопрос, значит, в чем, когда, столько лет, один и тот же вопрос беспокоит в Уктыльце. Вот. Все. Вот. И я думаю, что вот надо начинать этот вопрос сдвигать таким образом. Как-то вот. Вот люди уже начали платить. Мы уже платим. Уже платим. Вот. Спасибо. И дай Бог удачи нам всем. Мост. Только мост спасет в Уктылу. Ну что, дорогие жители Вуктыла, на этом мы закругляемся. Спасибо, что вы все откликнулись, что вы не остались равнодушными. Если кто-то еще не подписался, стол находится с левой стороны от меня. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok